когда появился интернет пошли разговоры о том что он убьет традиционные печатные сми youtube убьет традиционные телеканалы я не думаю что youtube убьет традиционные телеканалы тут наверное лучше как бы разнести чтобы понять не было да что мы имеем ввиду телеэфир или телевизионный контент телевизионный контент как я уже сказал уже давно в онлайне присутствует и совершенно нормально монетизируется да все те же самые кинокомпании телекомпании продюсерские центры и прочее 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 профессиональные производители контента зарабатывают деньги на видео в интернете в том числе на youtube в основном на youtube потому что у нас есть технологии которые позволяют им отслеживать распространение копий их контента и зарабатывать на этих копиях или ограничивать их распространение собственно youtube в этом смысле является лидером с точки зрения как бы легального видео в интернете мы очень в этом смысле много вкладываем ресурсов и инженерных разных других вот убьет не убьет но это вопрос как бы востребованности канала дистрибуции да сейчас сложно представить что люди во всем мире там белоруссии в америке или в россии выключат кнопку телевизора и буду смотреть все то же самое с экранов своих мобильных телефонов где-то у кого-то интернет менее быстрый у кого-то телефоны дорогие да где-то не знаю там какие другие ограничения в том числе допустим психологически да аудитория просто не готова вот человек 30 лет смотрел телевизор и вот то что сейчас появилась возможность по-другому это потреблять для него это в общем-то не является поводом изменять свои привычки да я думаю что в горизонте там на 10-20 лет экран телевизионный будет меньше зависеть от эфирного провода и будет больше зависит от кабеля широкополосного интернета и человек просто будет сам выбирать что ему смотреть в какой момент времени формат телевизионный адаптируется под потребление вне рамок эфирных ограничений потому что все что мы видим по телевизору она по сути ограничена эфирной сеткой если мы говорим про видео онлайн этого ограничения это дает свои преимущества но с другой стороны свои вызовы ставит потому что если вот там посмотреть как пользователи смотрят телевизор или youtube то время которое неотрывно пользователь проведет просматривать телевизор гораздо больше чем время которым проведет просматривая youtube почему потому что телевизоры в эфире есть формат линейного вот это вот вещание да когда у тебя все как бы вписано в один поток у тебя не прерывается эфир у тебя все время есть вступление основная часть заключительные какие-то интермедии подводки сюда выводки в рекламную паузу то есть все это вот как бы растягивать человек проводит до время за телесмотрением незаметно в интернете этого сложно достичь потому что у тебя тебя постоянно стоит выбор что дальше смотреть ну я думаю что нас ожидает эволюция соответственно эфирного телевидения в онлайн как бы формат я имею ввиду эфирных форматов дата ток-шоу или новостных каких-то вещей все это будут адаптироваться больше к формату неограниченного временем вещания а интернет в свою очередь будет проникать во все домашнее хозяйство через экран таких смарт-тв как он стоит мы сказали о том что просмотр видео на телевидении в связи с тем что у пользователя постоянно возникает выбор вопрос выбора что смотреть дальше а что вообще считается самым сложным в ютюбе с точки зрения пользователя над чем вы работаете чтобы все-таки когда-нибудь пользователи сидели также вот у ютюба но совершенно верно вы заметили действительно задача стоящие перед разработчиками и продуктовыми менеджерами ютюба в том чтобы как бы это меркантильно не звучало чтобы пользователь больше проводил времени на ресурсы ну понятно что мы это зарабатываем больше на рекламе партнеры наши тоже от этого зарабатывать на рекламе дает больше контента ну в общем пазл складывается что для этого делается я думаю что в основном это работа над всякими особенностями интерфейса того как вот у тебя какое место в нем занимает окно видео плеера как из на от одного ролика к другому переход выстроена и там дополнительные блоки допустим с рекомендованными видео или с твоими подписками как как они работают по каким алгоритмам потому что допустим сейчас мы можем наблюдать на ютюбе тенденцию к тому чтобы youtube стал для для пользователя таким каналом домашним и все что ему рекомендуется посмотреть основан на том что он уже смотрел на тех подписках которые на которые он сделал да соответственно и возможность подписаться и вот это вот сама функция подписки и смотрение того контента который ты раньше видел ну того же производителя она начинает играть все больше и больше роли я думаю что в этом направлении будет все дальше развиваться популяризация ютьюба привела к тому что традиционные телеканалы стали пересматривать свои традиционные формы работы и вещами и в общем-то ютьюб задал какие-то там тренды новые в подходе к телепродукции над чем работает youtube чему готовится каким новым изменениям это традиционным телеканалом я не думаю что что-то произойдет такое что заставит телеканал из вновь кардинально поменяться я серьезно это самая главная перемена и как бы такой game changer да изменение правил игры она произошла тогда когда пользователь смог с места события выложить видео в онлайн да на хостинг youtube и сделать его доступным всему миру да это это реально революционное изменение которое универсальный демократический инструмент к видео демократия и в этом смысле многие новостные телеканалы почувствовали сильные перемены и сильную угрозу своей востребованности да потому что фактически пользователь сам определяет новостной контент и он появляется и как бы информация от пользователей появляется раньше чем туда успевают приехать репортеры отдышаться и выложить свою интерпретацию происходящего для большинства людей которые привыкли к тому что информация должна быть доступна моментально уже достаточно того что они увидели снятая там пускай с телефона с какого-нибудь там еще дешевого устройства без может быть персонально озвучка но вот актуальную картину но как бы с другой стороны эта ситуация она подталкивает владельцев фоноров телевизионных форматов до те же самые важные компании делать более качественный более авторский подход до контент и это я считаю что от этого все пользователи только выигрывают невооруженным взглядом трудно оценить какого контента на ютюбе больше пользовательского или профессионального вам это наверняка известно до известно грубо если очень грубый эти соотношение наверное варьируется от 70 на 30 до 40 на 60 меньше профессионалов профессионального было меньше сейчас будет больше а то есть раньше было меньше 30 профессионального сейчас больше будет грубо говоря сорт да и речь идет не о допустим количестве этого контента а об объемах его просмотра в этом смысле сравнивать логично потому что понятно что существует миллион выложенных на youtube роликов которых один просмотр до пользователь есть допустим один ролик какого-нибудь крупного партнера который просматривает миллион пользователей в день и это разные вещи хотя все равно это лучше как бы аудиторию видео они не количество этого контента с этой точки зрения профессиональный контент конечно приобретает все больше и больше востребованность на ютюбе с одной стороны потому что его производители в условиях этой платформы научились себя грамотно проявлять и строить свою политику да вот сказать эфирную на применение к интернету грубо говоря программирование вот этого своего контента они выстроили под онлайн и да с другой стороны пользователи тоже привыкают смотреть профессиональный контент на ютюбе и ну вот я уже об этом говорил да зайти мы видим тренд возможно будущее развитие что на ютюбе будет больше контента и его будет больше смотреть именно профессионально когда появится официальный сайт ютюба в беларуси ну я к сожалению вам это ничего не комментировать не сказать я даже этого не знаю я об этом знал вы могли бы прочитать по моим глазам что я знаю но не говорю но я этого реально не знаю ваш день начинается светит мой день не начинается с youtube хотя конечно безусловно я очень долгое время шутил не только я но и многие коллеги то я наверное один из немногих людей может стране которому платят за то что он смотрит ютюбовские ролики на работе вот не то чтобы это было моей профессией до или призванием но просто это очень часто требуется для работы для того чтобы какие-то интересные вещи находить смотреть опять же как твои клиенты там присутствуют и используют youtube и все-таки позволю себе самый-самый последний вопрос для пользователя которые впервые или не впервые попадает на youtube но не очень в нем разбирается пять советов или три совета как не заблудиться и не потерять что называется связь с реальность хороший вопрос ну как я уже сказал youtube очень много работать над тем чтобы сделать интерфейс для пользователя более интуитивным удобным чтобы человек когда заходил снова на youtube он уже сразу получал какой-то нури какие-то рекомендации по просмотру основываясь на его предыдущем опыте но если советовать я бы советовал опять же чтобы пользоваться всеми преимуществами завести аккаунт ну достаточно завести на самом деле гугловский аккаунт и тогда у тебя автоматически появляется и youtube аккаунт а то есть ты становишься но фактически youtube тоже анализирует твое потребление если ты заходишь туда под логином соответственно я бы советовал регистрироваться и возможно изучить разные инструменты которые доступны для публикации видео чтобы знать что ты можешь сделать как 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 издатель так как пользователь не потребитель а именно автор и каких-то случаях это интересно этим пользоваться потому что ну допустим встретился с родственниками и что-то там не снял на вашей встрече выложил на youtube и через час всем прислал ссылку и все очень этому удивили опять же это регистрация позволяет ютюбу анализировать как я уже сказал все что ты смотришь и предлагать тебе релевантный для тебя контент ну и наверное есть кстати над этим тоже будет больше и больше работы проводиться есть интерфейс верхней части кнопки навигации по разным типам контента музыкальный шоу тиви вот будет дальше развиваться рубрикатор да возможно это нужно использовать для навигации чтобы найти что-то что тебе интересно и если это действительно тебе интересный ты хочешь это смотреть дальше то подписываться на это я думаю что вот такой совет вам дать спасибо большое